После этого был реальный шанс забрать еще и Воксика, но не дает этого сделать Иса. Да, повтор пистолетного раунда, спасибо большое. До определенного момента ничего не получалось у французов. И в какой-то момент включение, один какой-то важный переломный раунд, и после этого взяли и посыпались. Фраг на втором Дедасте, или это будет девятая смерть для Орешка? Ребята, троечку включите, пожалуйста. Ладно, уже не надо. Так, ну вот Тоберт погибает. Оппоненту на шарте, и... Ну как же... Вот насколько грамотно... Оу, Дэд Фокс! Вот это да, НБК Зиву! Вот знаешь, от кого от Мертвого Лиса такого я не ожидал. Будет ли третий минус, Апекс? Да. Дэд Фокс. Что?! Просто в любую часть тела попадает от Мертвого Лиса, и это берется раунд для команды Хэлл Рейзерс. Но вот это, конечно, было филигранно. Очень красивый хайлайт здесь от Дэд Фокса. Вот то, что от него требовалось. Забрал НБК, ну и заметил. За капитаном команды Виталити посыпались все остальные игроки. Последний Зиву против пятерых. Снайперская винтовка в руках. Попытка навредить экономике Хэлл Рейзерс. И здесь что-то получается. Добирает красного Кирилла Карасева. Ну вот агрессию от Воксика с АВП. Ну, вряд ли на такой позиции Зиву ожидал. Игрока уже готовы заходить на эту позицию. А Магрица игрок команды Хэлл Рейзерс. Это был Воксик. И как же четко в ответ стреляет Иса! Хэлл Рейзерс в большинстве в два игрока пытаются остановить очередную атаку команды Виталити. Какой обидный промах Дэдфокс. Под это все Аликс проходит, забирает Ису. В спине, правда, находится игрок команды Хэлл Рейзерс. И, собственно, Кирилл Карасев должен ставить точку в этом раунде. Закончилось не совсем удачно. На зигзаге уже лежит вторая игрок команды Хэлл Рейзерс. Ну вот что происходит? Мне кажется, что Хэлл Рейзерс здесь главное поставить бомбу. И в этой ситуации будет достаточно тяжело это сделать. Зива уже работает. Пошли размены. Тут плюс пока для команды Виталити, однако, отвечает Воксик. И дальше нужно двигаться. На спине сейчас будет игрок, и как раз-таки он будет хранить НБК. Аликс по минусу. Иса последний против троих. Без армора, без гранат действует Урок. Ой, а это мне не нравится. РПК. Ну вот как раз-таки человека, которого не хватало. В первой половине на зигзаге делает два шикарных минуса. А кто это у нас в спине? Дэдфокс вертухи сегодня убивал и в первом полуфинальном матче. Открывается спиной. Так, ну что, там один на Б, кстати, это шанс. Но у Аликса очень хороший просвет. Он решил ворваться. Делал еще и минус. Тут же неплохой ответ от Воксика. И очень важно сейчас сделать фраг на Б. Это был Дэдфокс. Но фраг как раз-таки сделают на нем. Не давали Виталити чувствовать себя комфортно. Но в защите мы видим сверхуверенную команду, которая готова забирать этот гранд-финал. Попытка выхода на базу Б. Да. Врыв от Орешка. Но Апекс играет очень закрыто. Дождался взрыва дыма. После этого Спрей. Два минуса. Ну вот размен. Три в два. Фоксик не согласен. Первый минус есть. Апекс не пропустил на базу Б. Правда, НБК отвечает минусом. РПК хоронит Хоббита. Ладно, открывайте. НБК. Четыре в два. Ну что, есть ли шансы? Нет шансов. Все. Воксик. Я думаю, что можно французов поздравить с чемпионством на турнире от Виплей Лок ин Ло. Друзья, аплодисменты. Французы уверенно выигрывают карту ДАС-2.